Библейский портал экзегет.ру представляет Девятая глава книги Эзры, в моем переводе так она называется, я буду его читать для библейского портала Экзегет, первая Эзры в старых переводах, она, собственно говоря, открывает ту главную тему, для которой, наверное, книга и была написана. Вот странная книга, 10 глав, 8 глав это предисловие, нет, ну, там много важного и интересного, но 8 глав повествует, грубо говоря, о том, как Вавилонская империя сменилась Персидской, Персидский царь Кир разрешил построить храм, чем израильтяне с радостью воспользовались, и при последующих царях там были всякие проблемы, но в конце концов было принято решение, что это дело выгодное для персидского правительства, стройте, пожалуйста, вот вам фонды для строительства, вот вам животные для жертвоприношения, все это за счет казны, потому что вы помолитесь о персидском царе-богу. Вот это 8 глав на это ушло, в подробностях, в деталях. Наверное, потому что очень важно поместить это повествование действительно в историю, показать, как относится народ Израиля к государству не своему, более того, языческому, в принципе враждебному, но терпимому в данный момент к их религии. А как народ Израиля будет жить сам по себе? Вот он вернулся, 8 глава завершается просто таким счастьем, которое редко встречается в исторических книгах Библии. И все хорошо, вернулись, храм отстроили, богослужения возобновили, с царем отношения лучше некуда, народ живет на своей земле. Вот никаких проблем, ойли. Проблемы ведь бывают не только, когда нападают, убивают, сжигают. Проблемы бывают, когда люди уклоняются от того образа жизни, который они в конечном итоге взяли на себя как обязательство перед Богом. И это и привело к падению Иерусалима, к плену, к разрушению. Сегодня все восстановлено. Сегодня, когда Эзра там присутствует, да? Но не будет ли все повторено? Вот эта история грехопадения и наказания, не возобновится ли она на новом витке? 9 глава. Когда все это было закончено, то есть обустройство храма, ко мне подошли предводители, вожди народа, и сказали, народ израилев, и священники, и левиты еще не отделились от языческих народов с их мерзостями. От хетов, перезеев, ивусеев, аммонитян, маовитян, египтян и амореев. То есть те народы, которые жили либо вокруг, либо на земле Хадеана. Дочери этих народов они брали в жены себе и своим сыновьям, и так смешали святую семью с языческими народами. Причем, знаете, руководители были первыми в этом отступничестве. Ну, конечно, они, наверное, спущили породниться со знатными семьями других народов, выбирали себе девушек покрасивее, иностранок. Царь Соломон, кстати, на этом же и сполз в язычество. Он вообще-то не обращался от единобожия к язычеству, но просто очень много было жен, и многие из них были язычницами. Ну, вот он как-то вместе с ними и впал в язычество. Как среагирует Эзра? Услышав о таком, я разорвал свою верхнюю и нижнюю одежду и стал рвать волосы на голове из бороды, а потом сел в оцепенении на землю. То есть все зря. Все хорошо, казалось бы, все лучше не бывает, но все идет по новой. Это надо прекратить. И ко мне собрались все, кто трепетал пред словом Бога Израиля, осуждавшим отступничество былых изгнанников. А я сидел в оцепенении до самого вечернего жертвоприношения. При вечернем жертвоприношении я поднялся с места моего унижения и прямо в разорванных одеждах пал на колени и простил руки Господу Бога моему со словами. То есть он выбирает время для молитвы, когда приносится жертва, когда, ну, в общем, от лица всего Израиля священники обращаются к нему. А здесь Изра уже от себя добавляет. Боже мой, от стыда и позора не могу поднять лица к Тебе. Боже, беззаконие покрыли нас с головой. Вина наша достигла небес. Со дней отцов наших и по сей день огромна наша вина. Из-за беззакония наше мы вместе с царями и священниками преданы были языческим царям. Мечу, изгнанию, грабежу и позору вплоть до сего дня. Но вскоре не зашла на нас милость Господа Бога нашего. Он, наш Бог, сберег наш остаток и дал нам поселиться на месте его святом. Он просветил взор порабощенных и немного их оживил. Да, мы рабы, но и в рабстве не оставил нас Бог. Доровал нам милость царей персидских, чтобы вернуть нас к жизни и возродить храм нашего Бога, поднять его из руины и оградить нас стеной в Иерусалиме и Иудеи. То есть, все хорошо, я начал с этого, но на самом деле все очень плохо, говорит Эзер. Потому что он видит, к чему это приведет. Даже когда все сейчас, в данный момент, очень даже неплохо. Что же скажем в ответ на все это, Боже наш? Отступили мы от заповедей твоих, которые ты нам заповедал через слуг твоих пророков, повелев так, земля, которой вы овладеете, есть земля скверная от скверноязыческих народов и мерзости их. Они от края и до края наполнили ее нечистотой. Потому дочерей своих не выдавайте за их сыновей, и их дочерей не берите для своих сыновей. И вовек не ищите от них ни мира, ни блага. И будете крепки, и вкусите благ той земли, и вовек она будет наследием сынов ваших. Вот принцип. Израиль – это народ, который не должен смешиваться, потому что смешавшись, он растворится. Хотя надо сказать, что еврейский народ на протяжении своей истории все время смешивался. Но смешивался как? Он нес эту идею о едином Боге в другие народы. И до сих пор он существует как отдельная этническая единица. Хотя, конечно, очень много смешанных браков. Но, тем не менее, Израиль оставался тем свидетелем о едином Боге среди языческого моря. И в конечном итоге и христианство возникло из этого народа. И вот для того, чтобы это могло произойти, ни в коем случае нельзя позволить ему раствориться в язычестве вот здесь, когда все это происходит среди этих окрестных народов, с которыми сложные отношения, с которыми хочется договориться уже наконец, заключить совместные браки. Тем более девушки там такие красивые. И вот жить дальше нормально, но нормально означает опять скатиться в ту же самую яму. И после всего того, что постигло нас за наши злые дела и великие провинности, ведь ты, Боже наш, умерил кару за наши пороки, спас наш остаток, станем ли снова нарушать заповеди и родниться с народами, творящими эти мерзости? Неужели не прогневаешься ты тогда на нас до конца? Так что и остатка уже не сохранится. Остаток – важнейшее понятие у библейских пророков. То есть народ бедствует, народ уничтожен, народ изгонен, но кто-то остался, кто-то сохранился. От этого маленького ростка пойдет новое начало, вырастет новое дерево. Господи Божий Израилев, праведен ты, а нас, уцелевших, так нанимало. Вот мы перед тобой с этой нашей виной, хоть и не должны нам так предстоять тебе. Помолиться-то он помолился, а что он сделает? Ну вот придется нам подождать следующей десятой главы, чтобы понять, каким будет ответ. Ответ будет не от Бога, ответ на эту же молитву будет от Эзра, потому что молитва, которая не сопровождается действием, покаяние, которое не сопровождается переменой в поведении, если он кается за себя в личном поведении, если за народ, то переменой поведения народа – это покаяние, собственно, бессмысленно, это трата слов на ветер. Ну вот в десятой главе мы прочитаем о том, как эта молитва Эзра не стала тратой слов на ветер.